Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Предлагаю вам связать шапочку бабочки с косичкой. Схема вязания нашей шапки очень проста. Начинаем с набора петель, которые соответствуют объему головы. У меня это 120 петель и плюс по одной петле кромочной с двух сторон. 10 рядов мы провязываем кулиркой на достаточно рыхлой плотности. У меня это плотность 10. Рулик будет представлять из себя 10, 12, 14 рядов. Чем больше рядов вы провяжете, тем более объемный и симпатичный будет у нас рулик. После этого мы делаем пересадку половины петель на переднюю игольницу. Получаем расстановку игл один к одному, то есть резинка один на один и провязываем 10 рядов резинкой. Плотность 7.7 точка. Далее мы переходим к разбору игл на вязание узора, который занимает у нас 38 рядов. 6 рядов до 38, 38 рядов сам узор и 6 рядов после. 70 рядов, которые вы видите, это вся длина нашей шапочки. И далее 10 рядов мы провязываем макушку. Макушку мы выполняем на одной игольнице и плотность 9-2 точки. Начинаем вязание с набора петель на бросовую нить. Если у вас машина с ручной прокладкой нити, то делайте набор прямо на иголке. У меня машина с нитеводом. Я сделала несколько рядов на бросовую нить, потом один ряд катушечной нитью для разделения полуден. Прямо по катушечным петлям можно делать набор. Набор обвивом. Самое главное петли не затягивать. Провязали рулик по плану 10-14 рядов. Еще раз, чем больше провязка, тем будет симпатичнее наш рулик. А после этого мы делаем расстановку игол 1х1. То есть мы пересаживаем половину петель на переднюю угольницу. Провязываем 10 рядов. Далее мы переходим к созданию узора. Но прежде чем мы будем вязать узор, мы делаем расстановку игол на вывязывание боковых сторон. У меня задняя часть шапки провязана резинкой 4х4. Поэтому резиночку 1х1 я превращаю в расстановку 4х4. Середина полотна у меня остается под вывязыванием рисунка. И на таком разборе игол я провязываю 6 рядов. Далее начинается формирование самого узора. Узор представляет из себя 3 последовательных раппорта по 20 петель каждой. Разделителями служат метки на машинке. Раппорт представляет из себя 20 петель. У меня 3 раппорта, то есть 60 петель. Это половина полотна. 20 петель. Выбираем 2 центральные иглы и постепенно пересаживаем на них все петли. Пересаживать надо деккером, чтобы у нас получились наклонные линии. Если брать просто пересадку с одной игольницы на другую, получится грубовато. Итак, распределили оставшуюся половину от резинки 4х4 на 3 части. 20 игл, 20 игл и 20 игл. Начинаем с центральных 20 игл. Пересаживаем их с задней игольницы на переднюю и пересадки будем выполнять по передней игольнице. Пересадки мы выполняем деккером, сдвигая все петли к центральным иглам. В результате у нас получается отверстие, которое надо закрыть. Закрываем это отверстие петлей из предыдущего ряда. Ажурчики оставлять не стоит, но можно и оставить, тогда будет эффект немножко другой. Деккер, который у вас есть, можно пересаживать обычным трехугольным, который есть в комплекте к любой машине. Берем, насаживаем на деккер петли и передвигаем на одну иглу. Видите, на центральной иголочке, которая находится рядом с нулевой отметкой, две петли. Таким образом мы пересаживаем весь ряд. Постепенно сдвигая петли к центру, мы таким образом заканчиваем наш рапорт. По плану, там где у нас идет начало боковых рапортов, это 8-9 ряд, мы начинаем делать то же самое со вторых 20 игл. То есть центральные 20 игл у нас один узор, боковые 20 игл и 20 игл у нас свой узор. Когда мы доходим до окончания, то есть у нас на иголках остается 6 петель, мы их перевиваем между собой обычной косичкой. После того, как мы закончили провязывание 38 рядов основного узора, провязываем 6 рядов до начала макушки. За эти 6 рядов мы с вами пересаживаем петли, таким образом, чтобы выровнять резинку 4х4. То есть мы постепенно иглу пересаживаем с одной игольницей на другую, получаем разбор игл одинаковый по всей игольнице. Провязав всю длину полотна, кроме макушки, снимаем на бросовую нить нашу шапку и получаем вот такое вот полотно. Очень симпатично и интересно. Причем у данного полотна одинаково красивая и лицевая часть, и изнаночная. Поэтому нам сейчас надо выбрать, какая из этих сторон у нас будет лицевой и возвращаем наше полотно на машинку, но уже со стяжкой. То есть мы на игла надеваем все петли лицевой стороны, то есть пол-четыре иглы. И сверху надеваем петли изнаночной стороны, то есть следующие четыре иглы. Таким образом у меня на машине получается в два раза меньше петель. На каждой игле у меня надето по две петли. С одной стороны петли, которые идут лицом к машине, с другой стороны петли, которые идут лицом ко мне. Вы видите, что у нас получается. Петель ровно в два раза меньше. И таким образом мы должны с вами провязать макушку. Макушка у меня по плану 10 рядов, поэтому 5 рядов я провязываю на имеющихся играх. На количество игл 60 и плюс 1 и 1 по бокам на сшивание. Провязываю обычной кулиркой, плотность 9,2 точки, как я и планировала. Провязали 5 рядов, закрепили полотно и декером снимаем каждую четвертую иглу, пересаживаем ее на соседнюю. То есть у меня получается 3 иглы работают, одна в заднем положении. 3 иглы работают, одна в заднем положении. Делайте плотность потуже, потому что иглы, находящиеся в заднем положении, вместо них будут провязаны протяжки. И протяжки вытягивают рабочие петли. Поэтому плотность надо делать туже. Провязываем 3 ряда. И пересаживаем оставшиеся петли на соседнюю иглу. То есть у меня каждая средняя петля блока по 3 иглы уходит на соседнюю иглу. Получается разбор игл через иглу. То есть одна игла в рабочем положении, одна в заднем положении, в рабочем, в заднем. На иглах через одну надеты по 2 петли. И провязываю еще ряд на очень тугой плотности. Если рабочая плотность на данной пряжи у меня 9, 2 точки, либо 10, то этот заключительный ряд я провязываю на плотности 4. Потому что все протяжки между петлями дадут растяжение петель. После того, как пересадили все петли, обрезаем рабочую нить, продеваем ее в толстую иглу, либо в коромысло, и снимаем на коромысло все петли. Таким образом мы получаем макушку, затягиваем ее и зашиваем по изнаночной стороне боковую часть. Получается наша шапочка. Если вам это видео понравилось, если оно было вам полезным, нажимайте нравится, поделитесь с друзьями. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Приходите на наши бесплатные вязальные посиделки и ждем вас в нашей школе машинного вязания. Мы обучаем стремителям осваивания абсолютно любой вязальной машине с нуля. Ваша Наталья Некрасова Субтитры создавал DimaTorzok